Последние несколько лет Ульяновская область находится на лидирующих позициях в России по сбору урожая. Несмотря на это, в регионе сформировались ряд проблем в агросфере. Тему подробно обсудили депутаты законодательного собрания на заседании Аграрного комитета. Обсуждение началось с доклада исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Ульяновской области Алексея Леушкина. На сегодняшний день зерновые и зернопобойные культуры убраны на площадь 652 900 гектаров, или 99,3% от уборочной площади. Осталось убрать порядка 4000 гектаров это кукурузное зерно. По состоянию на 1 ноября валовый сбор зерна составляет 1 933 000 тонн. Это выше среднемноголетних значений и в два раза выше потребности области. Тем самым мы обеспечим нашу продовольственную безопасность, а также имеем возможность направить существенную часть урожая на экспорт. Несмотря на высокие показатели, аграрии области испытывают финансовые проблемы. В связи с большими объемами производства цена на конечный продукт снизилась. А себестоимость производства зерна возросла из-за повышения цен на ГСМ и запчастей для сельхозтехники. Можно сказать, аграрии работают на грани, что может привести к уходу с рынка многих предпринимателей, в том числе и крупных. Все просто-напросто на сегодняшний день в убытках находятся. К чему это приведет? Приводит, конечно, к тому, что люди сейчас в таком очень угнетенном положении находятся. И да, сидят вроде с полными амбарными зерна, но понимают, что завтра, если даже они все продадут, они не смогут обязательства свои выплатить. Стоит отметить, в этом году ульяновским сельхозпроизводителям в виде поддержки уже было выплачено 226 миллионов рублей. На заседании правительства министр сельского хозяйства Российской Федерации Денис Николаевич Патрушев сообщил, что в текущем году планируется выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на поддержку агросферы. На следующий год на те же цели предусматривается еще 10 миллиардов рублей из федерального бюджета. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ